С нами на связи Сергей Брачук, спикер Украинской Добровольческой Армии Юг. Сергей Борисович, приветствуем. Приветствуем вас. На Украине. Героям слава. Сергей Борисович, понятное дело, что Россия будет продолжать врать относительно своего выхода из зерновой сделки, и причин своего выхода из зерновой сделки столько, сколько захотят, или столько, сколько позволит им время. Однако атаки на Одессу и Одесскую область доказывают, что они продолжают, в том числе и зерновой террор. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, какой ущерб уже был нанесен зерновой инфраструктуре, или в целом инфраструктуре портовой Одессы и Одесской области, как быстро можно восстановить этот ущерб и справиться с проблемами, и как можно защитить юг Украины от подобных атак. Давайте я начну все-таки с самого главного, это защиты нашего побережья, защиты нашей портовой инфраструктуры, наших полей, которые сегодня убираются нашими аграриями. И Одесса, члена Одесская область, сегодня является лидером, насколько мне известно, в Украине по сбору урожая. И я надеюсь, тут даже уже и враг не сглазит, что урожай будет очень хорошим, ну, тем более по сравнению с прошлым первым военным годом. Так вот, если мы говорим о нашем портовом хозяйстве, если мы говорим о портах Большой Одессы, если мы говорим о тех портах, которые размещены на Дунае, то враг действительно наносил удары, начиная от Черноморского побережья до Дуная. Кстати, это обошлось ему в копеечку, 237 миллионов, как минимум долларов, соответственно, враг потратил во время ракетных ударов по Одесскому региону. Понятно, что все эти затраты, они скажутся потом на общей ситуации на фронте. К сожалению, да, были у нас погибшие, к сожалению, есть повреждения инфраструктуры портовой. Мы можем говорить о том, что иностранные суда, кстати, пострадали во время этих обстрелов. Речь идет, как минимум, о таких суда, которые и были задействованы в этой зерновой сделке, в этой зерновой инициативе. Так вот, что касается портовых сооружений, то как минимум 26 из них, это данные приводил вице-премьер Александр Кубраков, так вот, 26 из них или частично, или полностью разрушены. Понятное дело, что ураги дальше будут пытаться утарить по этому хозяйству, по этой инфраструктуре, потому что именно от портовой Большой Одессы Дунайских портов зависит работа, уже, надеюсь, в новом формате, без Российской Федерации, новой зерновой инициативы. Насколько быстро это возможно восстановить? Конечно, это не делается за один день, за два, возможно, за месяц, но, тем не менее, все те работы, которые необходимо проводить, а после обстрела была произведена оценка того, что произошло, сегодня уже над этим работают соответствующие специалисты. В любом случае, порты Большой Одессы, они готовы продолжать эту работу, продолжать ее активно, наращивать те объемы, которые, к сожалению, были упущены, ну, как минимум, с осени прошлого года, когда Россия уже пыталась блокировать зерновую инициативу. Поэтому, конечно, сегодня самое главное – это защита, сегодня самое главное – это новая система противовоздушной обороны, их достаточное количество. Уже сегодня специалисты называют, что это должно быть как минимум 10-12 новых комплексов ПВО, а если еще будут противоракетные комплексы, противоракетная оборона, это вообще будет практически идеально. Это то, что даст возможность сегодня защитить небо Одесского региона, фактически всего юга нашей страны, и особенно тех предприятий, тех структурных подразделений, которые участвовали и будут участвовать в зерновой инициативе. Сергей Борисович, я немного вас дополню, вашу мысль относительно того, что вот 237 миллионов, кажется, Российская Федерация выпустила за 7 дней на обстрелы украинской жемчужинного моря Одессы. Это, между прочим, практически 2 миллиона российских пенсий. Это так, на секундочку, чтобы понимала наша международная аудитория. Сергей Борисович, немножечко, с вашего позволения, поменяем вектор разговора. Итак, 29 числа, насколько мы помним, в Одессу прибыла миссия ЮНЕСКО. Специалисты осматривали, произвели обзор разрушенных памятников архитектуры. Вообще для вас вот это прибытие миссии ЮНЕСКО, что она означала, как эта встреча прошла, какие можно сделать выводы? Как раз в эти дни комиссия, насколько мне известно, будет завершать свою работу. Они документируют то, что произошло, то, что увидели воочию разрушения наших памятников архитектуры и вообще всех тех строений, которые пострадали во время удара российской армии, российских оккупантов по историческому центру нашего города, который абсолютно верно находится под защитой ЮНЕСКО. Для меня, как для украинца, как для гражданина, самое главное заключается, понятное дело, мы все восстановим. Как бы враг ни хотел, мы восстановим. И это, как ни странно сегодня, парадоксально не прозвучит, это то, что придает нам сегодня силы, чтобы эти наши исторические строения вернуть к жизни, к новой жизни и на более длительный срок. Так вот, для меня самое главное, чтобы все вот эти наработки, и все вот это документирование, оно в том числе оставалось не только в архивах или в работе такой уважаемой организации, как ЮНЕСКО, а хотелось бы, чтобы эти наработки также были приобщены к общему делу, в общее дело, которое будет рассматриваться по военных преступлениях Российской Федерации против Украины в Международном трибунале. Я думаю, что это в том числе будет особая страница в этом большом, наготовном деле, которое закончится справедливым вердиктом суда. Суда, по которому Россия будет отвечать за все свои военные преступления, в том числе и за Одессу. Значительным преимуществом Украины сегодня является наличие друзей. Это в отличие от Российской Федерации, которая повела себя как государство-террорист. Соответственно, многих потеряла партнеров. Кто сегодня уже вызвался помогать в восстановлении пострадавшей инфраструктуры украинского юга? Вы знаете, я сейчас начну немножко с другого, буквально очень коротко. Мы видели, как этот саммит России-Африка, извините, что к нему вернулся, Россия попыталась показать, что есть у нее еще друзья, ну хотя бы на Черном континенте. Я надеюсь, что даже африканские страны, многие из представителей элиты этих стран учились, в том числе и на юге нашей страны, в частности в Одессе, они тоже смогут найти возможность нам помогать. Потому что сегодня те африканцы, которые приезжали, в том числе на саммит, которые учились у нас, они не хотят получать бусы от России, они хотят получать равноправное партнерство от Украины, и в частности от Одессы. Так вот, возвращаясь к помощи, сегодня уже Греция, Италия, Франция на довольно высоком уровне. Вот Франция на уровне посла, Греция на уровне генерального консула, и, соответственно, высокая делегация была из Италии, уже сказали о том, что они готовы принимать участие в конкретных проектах по восстановлению исторического центра нашего города, пострадавшего от ракетного террора врага. Я уверен, что кроме декларации будут уже и практические наработки. Начнется ли этот процесс уже прямо сейчас, или все-таки после победы Украины, после того, как придет мирное время, ну, это уже процесс, скажем так, по большому счету, второстепенный. Сегодня главное то, что европейцы в очередной раз прикоснулись в том числе и к своим историческим корням в нашем городе, потому что французский бульвар, итальянский бульвар, греческая улица, это именно у нас. И у нас нет Московского проспекта исторически, у нас никогда не было Российской улицы, но это те маркеры, которые исторические, кстати, которые говорят сами за себя. Сергей Борисович, вы знаете, даже не верится, что уже обсуждать сейчас будем с вами эту тему, ведь время идет быстро. Завтра уже август, последний месяц лета, впереди сентябрь, и вот, конечно же, в преддверии отопительного сезона уже многие сейчас говорят, что, к сожалению, зима будет в Украине, вполне возможно, еще более жесткая в контексте вражеского варварства, чем в прошлом году. Нашли информацию относительно того, как Одесский регион готовится к отопительному сезону. Глава областной военной администрации Олег Кипер заявил, что Одесский регион на 60% к нему готов. Расскажите, пожалуйста, из того, что можно говорить, как сейчас идет эта подготовка? Ведь ее нужно, по сути, начинать заранее, также в условиях полномасштабной войны. А я вам скажу больше. Вы знаете, у меня ощущение, что это все и не прекращалось, потому что у нас есть опыт прошлого года, у нас есть горький, но опыт очень хороший, я бы сказал, такой крепкий опыт военной зимы, когда Одесса оказалась фактически столицей украинского блэкаута, когда у нас враг здесь разрушил практически все то, что связано с энергетической инфраструктурой, и так как это все ремонтировалось, и насколько, во-первых, быстро, и иногда на каком-честном условии это все держалось, тем не менее, этот опыт есть, он будет учтен. Подготовка к зиме действительно закончилась, отопительный сезон, условно, 14 апреля, а я думаю, что 13-12 апреля уже началась подготовка к новому отопительному сезону. Да, есть опасения о том, что сезон отопительный зимний будет довольно-таки сложным, и это понятно. Но, тем не менее, я думаю, что, еще раз возвращаясь к наработкам прошлого года, нынешней зимы, я думаю, что все эти моменты будут учтены, речь идет и о физической защите объектов энергетической инфраструктуры, ну и, соответственно, дальнейшие наработки, о которых мы сегодня расскажем. У нас тоже уже есть свои хитрости, и враг на них купился, как говорится, и я думаю, что придумаем что-нибудь новое. Поэтому подготовка идет, она незаметна для, скажем так, взгляда обычного гражданина, потому что в доме есть вода, в доме есть электроэнергия, и в доме будет обязательно отопление. Не дай бог что, все равно прорвемся и все равно победим. Но тут даже нет сомнений. Это правда. Сергей Борисович, как обычно, лучше готовиться к наихудшему варианту развития событий, а там быть приятно удивленным тем, насколько хорошо мы подготовились. Спасибо большое. Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии Юг, был с нами на прямой связи. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Субтитры создавал DimaTorzok